В Свято-Семеновской православной гимназии Екатеринбурга состоялся муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по основам православной культуры. В ней участвовали несколько десятков юных участников 5-11 классов в школу Уральской столицы. Муниципальный этап, в котором принимают участие школьники, ставшие победителями и призерами школьного этапа, проводится в октябре-ноябре. Перед началом испытаний ребят напутствовал настоятель Мариинского храма, в котором пребывает уникальная икона Георгия Победоносца, помолиться которой приходят десятки людей. Батюшка рассказал послушание промысле Божиим на примере строительства этого удивительного дома Божия. Не было решения в честь кого строить храма. Михаил Ищукин, наш благодитель, обратился тогда еще к Владыке Викеньевичу с этим вопросом. Владыка Викеньевич сказал, что мы с тобой будем путешествовать на Афон, и там Богородица сама решит, в честь кого будет называться храм, который будет строить свою Мариинскую. И вот в одном из путешествий, после того, как они поднялись на саму гору, на вершину, причастились там, спускались обратно, и возле источника Божьей Матери Михаил Ильич нашел маленькую иконочку Георгии Победоносца. Маленькую иконочку Георгии Победоносца. На что вот так и сказал, вот ответственность Богородицы, собственно, гадать не будет, и в честь Георгии Победоносца. Время муниципального этапа ограничено. За полтора часа школьники должны выполнить непростые разнообразные задания, составленные в виде вопросов, тестирования, кроссвордов. Целью проведения этой Олимпиады является расширение системы знаний и способностей учащихся, которым по-настоящему интересна русская духовная культура. Ребят, которые его не просто изучают, но изучают его на глубоком уровне, участвующих в Олимпиадах и даже вот вышедших в муниципальный тур. На мой взгляд, изучение основ православной культуры достаточно сложно, потому что кроме ваших специфических знаний по этому предмету, вы здесь должны еще использовать ваши знания по истории, литературе, географии и разным другим предметам. Суперфинал Олимпиады проводится в Москве в очной форме. Его итоги не влияют на льготы при поступлении в высшее учебное заведение, однако по его результатам присуждается премия для поддержки талантливой молодежи.